Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Николуха Макфлай. Сегодня у меня обзор приборчика из Советского Союза, крайне необычного приборчика. В наше время такой уже не встретишь, да и во времена Советского Союза лично я такое не встречал. Давайте начинать. Немножко предыстории. Купил я эту коробочку на блошином рынке. Такая красненькая. Раньше выглядела гораздо лучше. С этой стороны у нас надпись практически стерлась. Прибор. Бритв. Вот здесь только слово Бритв читается. РСФСР. Все понятно. В чем особенность этой штуки? В том, что она у меня идет в заводской упаковке. То есть вот сам прибор. Пока его отложим в стороночку. И завод. Упаковщик номер 2. Видите? Упаковщик номер 2. Здесь, что интересно, сохранились все документы. Собственно, сама инструкция по применению с датой. Дата. Октябрь 1956 года. То есть можно бы считать, что 64 года исполнилось приборчику не так давно. Руководство для пользования прибором для правки лезвия безопасных бритв. Вот для чего, собственно, этот прибор нужен. Прибор предназначен для правки лезвия безопасных бритв, притупившихся в результате бритья. То есть предполагалось в Советском Союзе, что от долгого бритья, одноразовой бритвы, оно рано или поздно должно было притупиться. И вместо того, чтобы выбросить одноразовую бритву, надо было ее поточить. Лезвие перед правкой следует протереть. Это понятно. Для правки лезвие необходимо. Дальше идет собственная инструкция, как прибор работает. Здесь, я думаю, проще будет показывать на самом приборе. Еще немножко посмотрим место штампа магазина, дата выпуска. Я думаю, что вот это штамп магазина. При предъявлении претензий прилагайте настоящее руководство со штампа магазина и датой покупки. Вот такой гарантийный талон и инструкция по эксплуатации. Причем самое интересное во всем этом деле, мне кажется, это вот как раз эта бумажка, документ, который подтверждает возраст предмета, 56-й год. Если кто не знает, друзья, то по истечении 50 лет предмет становится антикварным. Так, мы пока инструкцию отложим и начнем исследовать. Как же выглядит сам прибор для правки бритв? Вот такая вот коробочка. Вот так она делает. У нее две половинки, они шевелятся. Здесь завод металлоизделий Ленинград, звездочка-звездочка. И здесь, видимо, логотип завода металлоизделий. Так, дальше по инструкции. Взять прибор пальцами за выступы. Вот здесь есть четыре выступа. На нижней части, на верхней части берем пальцами. И развернуть так, чтобы выступы одного корпуса были под прямым углом. Вот так. Так. После этого разомкнуть прибор. Открываем прибор. Здесь уже лежит лезвие. Вот, видите? Такой для правки вот таких вот лезвий, типа Нева. Типа Нева, типа Джилет. Вот. Соответственно, две половинки. Собственно, точится лезвие, правятся они как раз вот этими вот резинками. Вот этими. Вот. На одной части, на верхней части, назовем ее крышка, да? Здесь только резинки вот так вот ходят. Все остальное зафиксировано. На этой части резиночки тоже ходят. Вот. Но при вращении, смотрите, что происходит при вращении. Раз, раз. Вот эти эксцентрики, они гуляют. И если сюда мы кладем бритву и начинаем вращать, то вот так происходит процесс заточки. Видно, да? Хоп. И лезвие вот так вот ходит. Если мы накрываем второй частью, а по инструкции мы ее накрываем второй частью, и полторы-две минуты вот так вращаем. Понятно, что там сейчас происходит, да? Вот эти зеленые щетки, они трут как раз-таки наше лезвие и его затачивают. Опа. Потом мы, оп, открываем и видим, что лезвие заточено. Собственно, вот так выглядит прибор, друзья. Непонятно, зачем он нужен, да? С одной стороны, вроде как лезвие одноразовое. Не знаю, у меня дед всю жизнь в Советском Союзе прожил и никогда не точил лезвие. Мне кажется, это уже какая-то архибедность точить лезвие. Хотя, не знаю, кто-то в комментариях писал, что возможно, что в Советском Союзе лезвия были такого плохого качества, что их требовалось точить. Потому что они из завода практически не брили. У меня есть предположение, что такая штука могла использоваться геологами, в дальних походах, военными. Когда ты купил пачку и следующую можешь купить через полгода со следующим вертолетом. Ну и, соответственно, лучше завести такой прибор и подтачивать свои лезвия. Здесь, с другой стороны, а что не купить пять пачек сразу? И все, и голову не забивать. Не такая уж и великая цена. В общем, друзья, для меня этот прибор такое откровение. Кстати говоря, были такие приборы, достаточно известные. Это была такая коробочка маленькая, опять же, с такими зелеными штуками. Здесь нитка. И надо было протягивать нитку. По принципу то же самое. Но вот конкретно такого прибора я не видел никогда в интернете. Поэтому считаю, что у меня достаточно уникальная вещь. Прибор для правки бритв. Вот такой. Друзья, подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok